Зубы мудрости. Когда их нужно удалять, а когда они могут пригодиться. Показания к удалению. Плохой уровень гигиены в данном участке зубного ряда. За счет своего расположения зубы мудрости очень плохо очищаются, и как следствие кариес может поражать как восьмые зубы, так и соседние. Ортодонтические показания. Это когда необходимо обеспечить пространство для перемещения зубов в указанную область. Также для того, чтобы предотвратить развитие рецидивов и устранить сам фактор возникновения скучности. Часто при прорезывании зуба мудрости вокруг него остается капюшон у слизистой оболочки. Зуб прорезывается не полностью, и под этот капюшон попадает налет, который может провоцировать воспаление. Неправильное положение зубов мудрости в зубном ряду или травматическая окклюзия. Такое положение зуба, при котором происходит постоянное прикусывание щеки или языка. Но если зубы мудрости находятся в зубном ряду в правильном положении и функциональны, не доставляют дискомфорт и при этом у пациента с прикусом все в порядке, то удалять такой зуб не нужно. Он даже может пригодиться для пересадки вместо удаленного жевательного зуба. Также по ортодонтическим показаниям. Когда у пациента утеряны все передистоящие зубы и остались смыкаться только зубы мудрости. На период ортодонтического лечения они могут быть оставлены, но потом скорее всего будут рекомендованы к удалению.